Привет всем! По вашим многочисленным просьбам сегодня будем снимать видео обо мне. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Перверков Денис Сергеевич. Не спешите задавать вопросы о моей фамилии, я об этом расскажу чуть позже. Мне 32 года, у меня две прекрасные дочки. Родился я 7 августа 1982 году в Казахстане, Целиноградская область. Когда мне был год, мы с родителями переехали в Россию. Якутия, город Неймгри, где я прожил 22 года. Моя мать по происхождению немка, а отец русский. И в 2004 году мы переехали на ПМЖ в Германию. И здесь началась моя новая жизнь. Земля моя, земля, земля, не свидимся теперь. Улетай на край света, мама. Твой сын покажет нам, как нужно жить. Скажу честно, переезд в Германию был очень сложен. Приезжаешь сюда, в чужую страну, люди разговаривают на чужом языке. Тяжело очень. Когда мы приехали, люди, которые приезжают на ПМЖ, на постоянное место жительства, их сначала поселяют в лагерь. В этом лагере я слышал разные истории. Жили кто-то год, кто-то полгода. Лично мне, я считаю, повезло. Я прожил там максимум 5 дней. К нам приехали родственники, за что я им очень благодарен, что они помогли нам в тот момент сделать себе документы. Они за нас отдавали документы, говорили там, то есть они уже разговаривали как немцы. Они прожили по 10 лет, то есть они могли это делать. А мы-то не понимали. Мы как котята слепые вышли там, куда, что там. Представьте себе, вы с Москвы только что на автобусе приезжаете в Германию. Выходишь из автобуса, к тебе идет на встречу какой-то мужик и начинает что-то говорить. И ты вообще ничего не понимаешь, что ему надо. После первого вот этого лагеря нужно было переезжать в распределительный лагерь в Нюрнберге. В Нюрнберге мы пробыли тоже недолго, 4 дня. Мы приехали в четверг, в пятницу утром. Мы сдали там еще. Наверное, все помнят, когда были в этом лагере. И утром, 6 утра, такой гудок. Ах, тонк, ах, тонк. Внимание, царапчение. И такой вот с утра такой гудок. Знаешь, как реально, как в лагерях. И в этом лагере тоже люди жили по 2-3 месяца. А я, мы приехали в четверг, в пятницу. Мы сдали все документы. Суббота, воскресенье у нас забрали родственники. Мы погуляли по Нюрнбергу, посмотрели, что это такое, Германия. Мы общались, то есть нам рассказывали, как, что делать. Вот. И понедельник, вторник нас уже распределили в Мюнхен. И мы переехали сюда. И в Мюнхене мы до сих пор находимся. Ах, тонк. Ах, ты знаешь немецкий? Учил полгода. Так ты человек светский. Я такой, да. Фирштейн, Эйнштейн. Ништяк, бифштекс или что? Или что? Спасибо. Безошта. Буквально через два дня к нам пришли люди, которые занимаются иммиграцией людей, российского населения. Вот. Они сказали нам, что нужно делать паспорта, что нужно делать банковские карты, что счета. Нужно делать медицинские полица. Нужно делать... Короче, столько документов нужно было делать. Голова пухлая вот так. Они мало того с тобой разговаривают не на понятном языке. Тут еще кто-то пришел, тебя что-то требует, что что-то нужно делать. Короче, движения было очень много. Один из моментов, например, который мне запомнился, нужно было идти делать паспорта. Вы приходите, 20 человек вас собирает группой, 2 переводчика. И вам нужно знать все документы на паспорт. Эти 20 человек распределяют по администрации, там разные кабинеты, по буквам. И вот вы сидите, ждете своего номера. По номеркам нажимаешь кнопочку, номерок держишь, сидишь, ждешь. По-немецки ноль. Вот ноль вообще. Я мог говорить guten tag и guten Abend, и то я не понимал, что это такое. Я не понял, что какое-то приветствие, добрый день, добрый вечер или доброе утро. Ну что-то вот такое. А что это значило, я не знал. Вот сидишь с этим номерком, ждешь, пока тебя вызовут. Приходит гудок, твой номер, тебе нужно заходить. Переводчика, переводчика рядом нет. Ты заходишь в кабинет, смотришь на эту тетеньку и сказать вообще ничего не можешь. Да, берешь ей документы, она что-то тебе говорит, что там я паспорт, паспорт только. Вот все, что я могу сказать, паспорт, паспорт. Потом через несколько минут зашел в этот кабинет-переводчик, и на душе стало легче. Он что-то говорил там, все делал. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нам. Это не одно такое заведение, в которое нужно было прийти. То есть их несколько, да, банк, медицинская страховка, центр труда и занятости, администрация, ну все такое. То есть много нужно было походить вот так вот. То есть первое время было очень тяжело. Я помню три месяца, наверное, я просыпался, у меня были сны там всякие. Просыпался в холодном поту, посреди ночи. Спишь, ты такой, а, просыпаешься, где? Так, Мюнхен, Германия, все нормально, ложимся спать дальше. Тяжело было, это морально сложно. После чего у нас начались языковые курсы. На языковых курсах мы учили язык. Посещать их нужно было каждый день. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.00. И это длилось полгода. Кто-то не выдерживал, кто-то уезжал домой. То есть много разных историй у людей есть. Но я решил для себя, что если я переехал сюда, я должен остаться здесь и здесь строить для себя новую жизнь. Тем более в то время было 22 года. Не так уж и старый я был. Сложнее было людям, которые 50, да. Люди, которые приезжали сюда, были к бухгалтерам крупных заводов. Они что-то достигли. У них были дома, у них были квартиры. Они это все продавали, уезжали. А у меня там была одна квартира. Я там продал, машина была, я тоже продал. И все. Чуть не забыл сказать, в этот момент мы и поменяли фамилию с отцовской первяков на фамилию матери Арем. И я посчитал, что детям моим будет проще жить по немецкой фамилии, чем по русской здесь в Германии, так как они будут тут проживать. Я помню, отец у меня еще тогда упирался. Он злился, так что меняет фамилию Перевяков. Мне тоже это очень не нравилось. Но жизнь такая штука. Я считаю, что нужно... Я сделал правильное решение, что сейчас мы проживаем по фамилии Рем. А паспорт у меня российский на фамилию Перевяков. Так что у меня две фамилии получаются. И та, и та действительно. Я считаю, что языковой барьер мне помогло преодолеть занятия спортом. Я с детства занимался боксом. У заслуженного тренера Николая Георгиевича Размахнина. Приехав сюда, я хотел продолжать тренировки. И когда мы сделали все документы, паспорта и все остальное, мы начали учиться. Я хотел найти какой-то спортивный зал, где можно было продолжать тренировки. Что я сделал? Я взял карту города, переводчик, выбрал оттуда слова, где я могу найти спортклуб или бокс-клуб. И выбрал там Воист бокс-клуб. Так как мы жили в центре города, Мюнхена, недалеко был спортивный бар. Он такой в стиле бокса был сделан. Там перчатки, там Мухаммед Алимит там висел на стенке. Я думаю, ну, ребята-то действительно знают, если они там находят. Там бывает, они знают, где можно заниматься боксом. Пришел я туда, и ситуация такая, да. Я не говорю по-немецки вообще ни слова. У меня есть переводчик и карта города. Я захожу в этот бар, и в первую встречу, кто там сидел, говорю, где Воист бокс-клуб? Показываю ему карту. Он на меня смотрит, что-то мне говорит, там, зовет следующего. Я ему опять говорю, Воист бокс-клуб второму. Они, собираясь там втроем, там, карту раскрывают. Там еще кто-то подошел, там, смотрят на эту карту. А, вот здесь, мне крестик нарисовали. А я потом поехал в этот спортивный зал. Вот, я считаю, что именно вот это, вот, занятия спортом мне помогли больше изучить язык, быстрее. Представьте себе, вы утром посещаете школу, изучаете немецкий, да, там, грамматику, слова, все такое. Приходите домой вечером, у вас там семья, идете в гости. Идете в гости к кому? К русскому, да. Чтобы общаться как-то, ну, общение, чтобы было. Вот, а я, у меня было занятие 5 раз в неделю, и вечером мне нужно было приходить к немцам на тренировку, и там с ними разговаривать. То есть я утром посещаю школу, вечером тренировка, я с ними общаюсь. И я помню, да, там ребята стоят, там, трое, там, им что-то пытаешься сказать. И стоишь, и сказать вообще ничего не можешь. Ни слова просто из тебя не вывалят. Ты хочешь ему сказать, ты примерно знаешь, как это говорится, но ты не можешь этого. Просто он тут сидит, и ты... И... И никак. Вот. Здесь сложные ситуации. На следующий день приходишь в школу, и учитель расспрашивает, а как сказать вот это? Да, и уже записываешь, уже откладываешь себе, чтобы на следующий раз перед ребятами, так сказать, не лохануться, да, не стоять там, как этот немой человек. То есть, я считаю, вот занятия спортом мне очень помогли при изучении языка. Да, приходилось общаться, разговаривать, постоянно что-то новое изучать, ну, такое вот. Я считаю, занятия спортом это хорошо было. После окончания первой школы я решил, что мне нужно подтянуть язык. Я пошел во второе. Во второй школе был уклон на профессию. Там обучали людей до 26 лет, которые могли еще получить образование. Вот. Человек должен сам для себя решить, получит он для себя либо новое образование, либо пойдет на работу. Вот. Я хотел связать себя с автомобилями. Без машины нет жизни. Без водительского удостоверения кто такой пешеход? Я не знаю, я без машины жить не могу. Мне даже одной машины мало. Я должен постоянно, я не могу выйти, я не могу ходить, когда у меня нет ключа в кармане. Машина – это жизнь, без машины никак. Первое мое вождение было, наверное, когда, сколько мне было, 11 или 12 лет, я точно не помню. Ну, и после этого я просто горел машиной. А первая машина, которая ездила, это была копейка дедовская, синяя такая, синего цвета, такой ярко-синего цвета копейка. Я еще туда не доставал до педали сцепления, но тронулся с третьего раза. Получилось все-таки. Когда ехал, я помню, там, а, там не видишь дороги, заглядываешь. Приятные ощущения. Машины, я не знаю, они даже иногда как живые. Такие у меня ощущения от машины, я их чувствую. Школа предлагала практику. И мне нашли одного продавца здесь, в Мюнхене, на Бодензейштрассе. Она, кстати, вот здесь сзади. У него была небольшая стоянка из 25 машин, и я работал у него два месяца. Там я научился, как их нужно покупать, как их нужно продавать, документация, законы, декларации, ну и все остальное. Я изучил рынок изнутри. Мне это понравилось. Я сказал после этой практики хозяину стоянки, говорю, я тоже хочу, как ты, продавать машины, покупать, продавать их и на этом зарабатывать деньги. На что он мне сказал, что тебе не стоит этим заниматься, тебе нужно много изучать, знать людей и все такое. То есть мне это еще больше, еще больше я захотел заниматься этим делом, автомобилями. После чего я посылал много резюме в разные компании, чтобы меня взяли. Но, скорее всего, из-за моего языкового барьера меня не брали. Потом мне повезло, я устроился на работу в такси, где мне нужно было смотреть за 30 машинами. Мне нужно было смотреть за техническим состоянием, чтобы они всегда ездили, чтобы были всегда в порядке, делать МТО, смотреть вроде за машинами. В то время для меня немецкие автомобили были неизвестны, так как я приехал из Якутии, там были японские и российские автомобили, немецкие для меня были, там, марки, модели были непонятны, хотя техническая часть автомобиля, она одна и та же. То есть я потихоньку начинаю изучать марки, модели, какие моторы у них и все остальное. Когда я приехал в Германию, я купил себе первый компьютер и загрузил туда фотошоп. Начал обрабатывать фотографии, накладывать эффекты. Потом, как-то играя с детьми в песочнице, я снял на телефон, как мой ребенок набрал в рот песка и жевал его. Я пытался убрать это одной рукой и второй рукой снимал. Она жевала этот звук, кусал этот песок, до сих пор мурашки по коже. Съела? Съела весь песок? Дай сюда. Давай сюда весь. Давай сюда. Фу, как ты можешь его грызть? После чего я подумал, видео дает больше эмоций, чем фотографии. После чего я купил себе несколько дисков Пинакли, установился на компьютер, купил какую-то видеокамеру любительскую, начал снимать и обрабатывать видео. Это был такой домашний кинотеатр. Потом я снял небольшое видео о такси, тоже обработал его, показал людям, которые там работали, им понравилось. Потом снял небольшое видео о день рождения, с такой веселой музыкой, дети прыгали. Очень интересно такое получилось. На тот момент, как я считаю, было очень круто, классное видео. Все смотрели, хлопали в ладоши, класс. Я подумал, почему нет, почему не видео? И начал делать небольшие домашние видео. Потом как-то мы ходили в горы, и я разговаривал там с человеком, познакомился. Он говорит, я тоже делаю видео, но они лежат у меня дома в тумбочке. Как-то мы соберемся, раз посмотрим, и все, они так дальше лежат. Я тогда подумал, ну действительно, ты же делаешь видео, и его видят там один, два, три человека. С собой ты его никогда не возьмешь. Я решил загрузить там первые мои видео на Mail.ru. Там было два или три ролика. И когда мы были в гостях, там, о, давайте посмотрим видео, можно было показать его. Я еще тогда не знал ни про YouTube, ни про Facebook. Я слышал что-то, но я не был зарегистрирован на них. Вот так вот я постепенно начал заниматься видео. Вообще пришла идея снять видео об автомобилях из Германии, из моего личного опыта. Работая в сервисе, ко мне приезжали много людей русскоговорящих, которые недавно приехали и купили первый автомобиль в Германии. Смотрите, как происходит. Вы приезжаете в Германию, получаете социальное пособие. Так со всеми происходит. В 99% если вы не из богатой какой-то семьи, и вы можете прожить на собственные деньги. Начинаете жить, изучать язык, вам хочется купить машину. Машины доступны, стоят, их много. Делаете водителю удостоверение, едете на стоянку, где продают машины. Купишь для себя первый автомобиль. Этот первый автомобиль, эти ощущения непередаваемые. Денег, как обычно, мало. И автомобиль выбирает что-то побольше, с большей комплектацией, немножко побольше пробег. Некоторые не понимают в машинах вообще ничего. И часто случалось так, что ко мне приезжали люди, покупая машины просто в хлам. Сама машина была дешевле, чем сам ремонт на нее. Расскажу одну историю. Ко мне приезжает человек на Кэдди, выходит из машины, говорит, слушай, мне пружину нужно поменять. И достает пружину. Я вот купил ее вчера, поставил сегодня на учет. Мне надо поменять пружину. Он приехал на машине, она была вот в таком состоянии. То есть машина ехала вот так. То есть она висела на заднем правом, задняя правая сторона была снизу. Мы поднимаем машину. Кто знает, у них сзади пружин нет вообще. У них полностью ось. И за счет амортизаторов и соленблоков она амортизирует. Так эта ось была сломана пополам. Да, и машина из-за этого ехала неровно. Так мало того, она была сломана пополам. Нужна была замена полностью задней оси. Потом у него было 4 разных колеса. Причем передняя резина была лысая. Была лысая из-за того, что разбита рулевая рейка. Там вне люфт очень сильный был. И передние тормоза были негодные. То есть машину нужно было инвестировать в 2, а то и в 3 раза больше, чем она стоила. Причем ей нужно было еще делать через месяц техосмотр. Вот такую машину он купил. То есть машина была вообще непригодна к эксплуатации. И даже можно сказать, она была опасна для жизни. Я позвонил продавцу, и мы вернули эту машину. Таких случаев очень много. Приезжает ко мне машина, я купил там 2 месяца назад. Мне нужно через месяц сделать техосмотр. Поднимаешь машину, там дырки в этом, в кузове. Там глушитель надо менять полностью. Резина. Даже Стас, вот как мы познакомились со Стасом. Когда он первый раз ко мне приехал, приезжает ко мне парень. Что он купил? Хонду тогда себе, Цивик. Взял красного. Приехал он ко мне. И говорит, мне через 2 месяца проходить техосмотр. А я ему говорю, ты техосмотр не пройдешь. Он говорит, почему? А у тебя вообще документы есть на то, что у тебя стоит на машине? Он говорит, ничего нет. Вот так вот купил. Вот мне надо техосмотр сделать. У него были другие диски. У него бампер стал передний, задний спортивный. Кто не знает, в Германии, если ты ставишь какие-то другие диски на машину, тебе нужны на них документы. Если ты ставишь спортивный обвес, там бампера, пороги или задний бампер, ставишь тонировку, на это на все нужны документы. Вот у него ничего этого не было. Я говорю, Стас, если у тебя нет документов, тебе нужно найти их в интернете, скачать. И с этими документами ты получишь техосмотр. А если нет, то тебе придется поставить оригинальные. Я ему показал, где он может купить запчасти, где он может заказать их. Он заказал в течение двух месяцев, он возле сервиса крутил машину, делал. И поехал, прошел техосмотр. Так вот, из таких вот случаев постоянных, когда люди покупают вот этот хлам или машины, которые нужно еще делать, в них нужно инвестировать, на этом и основывались мои первые видео. Я хотел людям местным показать, что они должны покупать, чтобы не покупали машину вот с такими дырками, чтобы брали нормальные машины и не вкладывали, и не инвестировали в них после своей покупки. Получается так, они покупают машину за 600 евро, а на ремонт ее нужно полторы тысячи. Почему бы не взять полностью всю эту сумму, там, 2-100, и потратить на нормальную машину, такую же. То есть мои первые видео были основаны на том, они были основаны на помощи людям, а не на том, чтобы заработать, там, гонять автомобили из Германии. Стас приехал ко мне с новой зеркалкой и говорит, давай снимем какое-нибудь видео. Вот опираясь на свой опыт, я решил снять автомобили, как купить автомобиль в Германии. Потом, когда мы снимали видео, Стас предложил, давай, это же тема, может быть, на этом можно будет заработать. И сделал свой сайт, типа, будем перегонять машины из Германии. После чего, когда я выложил это видео, ко мне позвонил один русский. До сих пор его помню, Иван, звать его. Он хотел купить себе X5. А у меня был уже личный блог, я начал развивать свой личный блог. YouTube-канал я еще там что-то залил туда, ну и пускай он там варится. Сделал все страницы ВКонтакте, в Фейсбуке, там, Одноклассники. Начал развивать себя в соцсетях. Ко мне позвонил русский, говорит, Денис, у меня стоит там один X5, я хочу купить. Я говорю, слушай, я в таможне ноль. Я вообще не знаю, как их растамаживать и как все это делать. Он говорит, не беспокойся, мне самое главное, чтобы ты посмотрел техническое состояние автомобиля, чтобы он был нормальный. И вот первое видео, звоню Стасу, говорю, слышь, мне позвонил русский, нужно поехать посмотреть машину. Возьми с собой камеру, поехали вместе съездим. Стас берет свою зеркалку, мы садимся, едем туда, на этот X5. Осматриваем его, Стас это все снимает на камеру. Я потом это видео выкладываю в YouTube. На это видео сейчас более полутора миллионов просмотров. Вот это топовое видео, можно сказать. Количество просмотров возрастало и интересующейся становилось все больше и больше. Я предложил Стасу создать совместный сайт и на нем сделать форму заказа, чтобы было проще обрабатывать клиентов. Как-то вечером мы собрались и начали думать название домена и как это все будет называться. Название сайта должно было нести в себе положительное значение, чтобы с других языков не было негативного перевода. И выбирали, много было всяких вариантов. Что-то было направлено сначала на Германию, да. German Car, что-то такое там, Germany Car. Ну, то есть выбирали много. Потом сошлись в том, что можно сделать название из имен и добавить туда автомобиль. То есть мы списали много бумаги, много вариантов было. И пришли к тому, что сделали название из имен Денис Стас и автомобиль. Де-ста-кар. Забили в Google и оказалось, что с испанского языка это означает отличаться, либо выделяться. Достаточно позитивное или положительное название для сайта. Зашли в один сайт, где продают домены. Оказывается, такой домен не был зарегистрирован. И мы зарегистрировали одесто-кар.ру. Я умел пользоваться WordPress, я умел строить сайты на WordPress. И сделал небольшую страницу с форума заказа, где мы принимали заявки. Стас уезжает в отпуск. И когда он приезжает, я уже предлагаю ему открыть фирму, юридическое лицо. Так как, когда покупаешь машины, на физическое лицо ты теряешь налог. И физическое лицо не может экспортировать автомобили. То есть, это нужно было оформлять все официально. На что Стас мне ответил, что у него нет финансов на это дело и желания большого тоже нет. Я взял все в свои руки. В этот момент, когда я создавал фирму, я познакомился с Анечкой. Которая стала не только для меня любимым человеком, но и помощником во всех делах. Я как-то предложил ей подержать камеру. И с тех пор она начала снимать видео. С этого момента вы можете увидеть наше совместное творчество с Аней в YouTube. Наша фирма развивается, набирает опыта. И 1 сентября ей было 2 года. Поздравим нас. Если я что-то недорассказал, что-то вам еще интересно узнать, задавайте ваши вопросы в комментариях. Мы обязательно на них ответим. Посещайте наш канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Благодарю тебя за внимание. Ты можешь, нажав тут, посмотреть наше последнее видео. Либо перейти на плейлисты, и ты увидишь интересную информацию об автомобильной жизни Германии. Ты можешь также подписаться на наш канал. Ты можешь перейти на наш сайт и посмотреть там более подробную информацию об автомобилях из Германии. Тебе обязательно нужно подписаться на наш канал. Оставайся с нами. Смотри нас. С тобой был Денис Рем. И я буду с тобой 2 раза в неделю. Подписывайся. Пока-пока.